Всем привет! Мы с парнями в 7 часов утра в 9 числа выходной собрались полетать на заброшке. Все получается записывать именно в дороге, поэтому запишу сейчас немножко свекнуть. Если вы собрались летать на гоночных дронах, не смотревшись всяких вот этих грипов Johnny FPV, Mr. Steele и прочая компания из Rotor Riot, а до этого вы летали только на DJI, если вас подумайте, потому что это вам не DJI. Большинство на самом деле на DJI летать нормально не умеет. Учились как бы стики дергать, но в принципе дрон сам за вас висит, если вы переключитесь в АТИ. Ну, скорее всего, вас дует ветром, хотя бы для начала научитесь летать в этом режиме. Во-вторых, у вас вырастет навык байки, потому что поначалу вы путь падаете очень часто. Не зависимости от того, какой железо вы будете. У вас полнострочное управление, нет смысла летать в режимах понижения высоты, каких-нибудь стабах, горизонтах и прочих. Вам надо подключиться именно в вручном режиме. Много вам в этом поможет симулятор, но он поможет вам как бы сэкономить деньги, понять кое-какую физику, научиться летать ленчиком, может быть довести до автоматизма кое-какие трюки. Но все равно управление в симуляторе очень сильно, точнее физика поведения дрона в симуляторе очень сильно отличается от физики реальной. И полностью отлетать все в себе вы не сможете, то есть вы будете приходить на поле и все будет не очень хорошо. Ну я пока и так, я там после, не знаю, 2 часов в симуляторе, например, покажу на поле и аккумуляторы 3.4 я просто привыкаю к тому, как летает дрон в реальной жизни. В общем, я летаю где-то с октября и только-только сейчас, а сейчас май, я не знаю, пускай вы будете смотреть, только-только сейчас я начал понимать, как же на самом деле управлять гонкой и начал реально получать от этого удовольствие. Не экономьте на двух вещах. Об этом, собственно, говорят иностранные блогеры. Вам нельзя экономить на аппаратуре, потому что аппаратура это ваш комфорт управления и ваше качество связи с дроном. Если связи с дроном нет, соответственно, дрон будет падать. Значит, аппаратура у меня была fly sky, ни в коем случае это говно не берите. Ну, то есть некоторые летают, ставят усиление там, какое-то бустер и прочее, но это, по сути, говно. Надо сразу убрать нормальную аппаратуру. То есть возможность установки дополнительных модулей, в том числе дальнобойных. Вторая вещь, на которой нельзя экономить, это очки. Шлем мне не нравился тем, что я очень сильно там включу головой, потому что обзор очень большой. Кран большой, глазами все не обхватить. К краям-то смотреть надо, но как бы нет привычки крутить глазами, есть привычка крутить головой. Поэтому попытки повернуть голову и посмотреть, что же там скрывается в углу крана. И даже за углом, это кончится тем, что ты стоишь просто головой вернешь туда-сюда. Гораздо лучше взять себе сразу очки, очки, причем там фэршарки. Лучше всего фэршарки не брать, не дай там какую-нибудь типа и чайную. Вот. Там маленький экранчик, ощущением, как вот вы сидите в кинотеатре, сидите на задних рядах. То есть вся картинка перед глазами управлять очень удобно. Плюс фэршарки имеют опять же модульную систему, вы можете ставить какой угодно видеоприемник. Одной фирмы, другой фирмы, одной частоты, второй частоты. То есть там очень много вариантов. По сути ваш трон это расходник. Аккумулятор расходник. В общем все, что останется при вас, это аппаратура и очки. По деньгам начать можно где-то 1025. Мне примерно раз века обошелся комплект аппаратуры очки, зон и аккумуляторы. Потом докупить еще себе баяльничек нормальный. Всякого парохла, запасные части, мотор и прочее, прочее. Если же сразу собирать на серьезном железе, это вам выйдет утром где-то 1040. Дальше пешком? Дальше пойдем пешком. А че парни? Слушай, они же говорили к 8 приедут. Ааа. Сейчас мы напишем. А нам походу вон туда. Или туда. Это под нами уже 15. Я так понимаю. Куда лучше не падать? Куда лучше не падать? Иди там. Хотя, я думаю, там много кто уже лежит. Ха-ха-ха. Вот видишь, во-первых, вон ангар, мы его не изведали. Ага. По большому счету, я думаю, там кто-то тоже есть. Что ты ездишь прямо туда лезть? Доброе. Ты видишь, тут еще куда-то даже техника не было. Они, может, что-то пытались. Оттуда-то подъезд. Есть. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, дрон вернулся без камеры Сейчас будем смотреть, где оно Не, ну у меня конкретно проб поломался здесь По вибрации Да, самое конечное время для желто-зеленых камер А, вон она А вот и камера Вот так вот, блин Вдвоем шли прямо мимо нее Короче, получается, что я заходил оттуда Прошел мимо вот этого куста А почему она вот эта пуза, блин? Ну, блин, я его задел совсем чуть-чуть Просто я подозреваю, что она где-то в этот момент Когда я вниз ушел Она на проб ворше вывалилась и попала в проб А откинул ее прямо как бы сюда Да, все цело Да, блин, это камера, которую, в принципе, не жалко Там флешка, наверное, дороже Да Так Я не знаю, где он Ну, поле где-то здесь Ёл Еще через 2-3 минуты Он будет ли пищать вода? Он может будет пищать, но ты не услышишь Это же вода А ты именно в этом, ты увидишь, что в этом здании Не в этом здании Точно Точно здесь Сейчас мы идем Просто я Че, цел? Да Ну, отлично Короче, в другом корпусе он у него Да, что цел и все Вроде бы Ну, поздравляем, что ты вышел в боевое плеченье заброшек Я уже один раз прошел Нет, ты тогда бы не прошел Если бы ты прошел, ты бы нашел Я уже один раз прошел Я уже один раз прошел Я уже один раз прошел Они говорят, как я хочу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...